Снег объединил минчан. На третий день борьбы с последствиями циклона Даниэла еще больше жителей города вышли на улицы с лопатами. Движение автомобилей в городе восстанавливается. На дорогах практически не осталось признаков сильного снегопада. Постепенно, в том числе благодаря усилиям жителей города и коммунальных служб, исчезают сугробы во дворах. Сильных снегопадов синоптики не прогнозируют, а коммунальные службы предупреждают. Снег наголову все-таки может упасть. За массовой белой уборкой наблюдала Оксана Симашко. В эти дни стоит опасаться не столько снега на земле, сколько наледи над головой. В Минске более 300 кровель уже очистили от снега и сосулек. Чтобы снежные лавины с почти 900 крыш домов не сошли на голову прохожим, профи в своем деле сходу взялись за работу. Для уборки на высоте пригласили более 300 коммунальщиков и даже 24 профессиональных альпиниста. Границы опасных зон своевременно охватили защитными лентами, почти как в джентльменах удачи. Бабушка, туда не ходи, сюда ходи, а то снег в башка попадет. Представители городской власти, депутатский корпус, активисты общественных организаций и просто неравнодушные не собираются сдаваться перипетиям погоды. Работники предприятий сегодня также ловко приводили в порядок подъездные пути. У нас участвуют все трудящиеся в уборке снега. Люди, где есть возможность, идут с производства. Люди каждый день выходят с лопатами, причем выходят жены, дети. И вот буквально вчера я наблюдал, буквально до 10 до 11 вечера в моем дворе чистили снег.